Так, друзья мои, всем привет из солнечной долины Калифорнии! Сегодня у нас воскресенье, чудный денечек, сейчас, наверное, часов 11-12, где-то так, не знаю точно, сколько времени, не важно. Вот, погодка у нас 27 градусов, прекрасная погодка, не жарко, не холодно, солнышко, в общем, замечательно, и я, в общем-то, что вам хочу показать. Это я тут вчера нарезала деревья, надо убрать. Вот это наше дерево, я его просто, оно такое заросшее было, я вот решила срезать все, что наросло тут на ствол. Пенечки у нас стоят. Так, итак, я вчера купила, мы были вчера в Home Depot, и я решила сделать такой небольшой эксперимент для начала. И вот, не знаю, еще так думаю, или вот в эту большую клумбочку, или вот у меня там есть вот такая вот поменьше клумбочка. В общем, в какую-то из этих клумбочек я хочу высадить вот такого вот плана цветочную композицию. Честно сказать, я уже позабывала, как называются растения. Я, когда работала, уже рассказывала, что я работала во флористическом салоне. Вот, я, конечно, все эти названия знала вообще на зубок. Ну, опять же, то, что мы говорим по одному, да, тут в Америке это другие названия. Бакопа, не знаю. Как-то оно у нас называлось. Это такое вот, как вьюн, это растение, оно, правильно, как сказать, ампельное. То есть, оно будет разрастаться и спускаться вот так вот вниз, очень красивое. Вот, тут у меня такая вот петуния. Ну, наверное, тоже это какая-то разновидность петунии, потому что она более мелкая. Это, наверное, сульфиния, скорее всего. Тут написано просто петуния. Супертуния. Ну, не знаю. Мне кажется, что она выглядит как сульфиния. Вот, так. Так, ну, в общем-то, так пусть они и стоят, да, у меня. Так, вот это я вообще не знаю, что это за такое растение. Алусиум какой-то. Не знаю, понятия не имею. Ну, в общем, это, знаете, вот такие растения, они так пышно, в общем-то, довольно-таки вот разрастаются. И ими вот, когда надо вот забить пространство, да, и сделать какой-то такой, ну, как разрядить цветовую гамму, скажем. Вот даже вот так вот, видите, вот я поставила. То есть между, между вот цветущими яркими, да, вот разрядить просто беленьким чем-то. Они вот в таких вот контейнерах. И, в общем-то, я их для этого и взяла. Ну, и вот здесь вот, опять же, по-нашему, это гвоздичка была. Вот уже они в таких вот контейнерах, как они называются? Диантус. Не знаю, правильно, неправильно написано. Диантус. Вот, мы ее называли просто гвоздичкой декоративной. Вот, тут уже кое-что цветает, конечно, но не важно. Вот, так что вот такие вот у меня цветочки. И сейчас будем их высаживать. Как уже сказала, не решила еще в какую клумбу, вот, или, ну, ой, господи, клумбу, в какой контейнер, или вот этот поменьше, или побольше. Сейчас начну работать и, в общем-то, уже определюсь. Ну, и что, я покажу вам потом, что получилось. А вот эти вот большие клумбы, все еще что-то я как-то никак не могу я решить. Что же я в них хочу? Потому что, ну, надо учитывать, как бы, специфику нашей местности, да, нашей погоды. Вот, в принципе, у меня неплохо тут, вот, именно вот в этой затемненной клумбе, в том году у меня неплохо росли анютины глазки с петуниями. А вот на той клумбе у меня были просто петунии. Тоже хорошо росли. Ну, что-то хочется вроде что-то новенького, но что-то я никак не могу еще пока решиться. Вот, ну, не важно. Что-то решим. Так вот, кому интересно, давайте с нами. Что же у меня получится за клумба такая? Вот ты, господи, опять не клумба, а контейнер. А Бонни там у нас ищет, я уже говорила, я как-то показывала, да, что у нас вот на этих пальмах, между прочим, тоже там есть финики. Они такие очень своеобразные, я вам потом как-нибудь покажу. Ну, не конкретно вот на это, я не знаю, может на это есть или нет, но вот у нас там на фронтьярд. Ну, давайте посмотрим вместе, может быть и здесь есть. Нет, тут пока нету еще никаких фиников, а вот на фронтьярд у нас тоже такая же пальма, и там уже есть, там так интересно, главное, висят и старые финики, и новые уже тоже образовались. Ну, такие еще новые маленькие, а старые такие уже приличные. Вот это, насколько я знаю, эта пальма называется Вашингтония, если я не ошибаюсь. Вот, ну что ж, все, ребята, оставайтесь с нами, кому интересно, и будем высаживать наш красивый контейнер с цветочками. Итак, друзья мои, прошло уже три дня, и наконец-то я могу вам показать, что же у меня получилось с моей высадкой растений. На самом деле я, значит, то, что я купила, мне не хватило, на следующий день мне пришлось поехать еще докупить цветочки. В общем, так вот все, как-то одно за одно, одно за одно, потом решила еще одну клумбу посадить. Ну, в общем, короче говоря, в конечном итоге, вот сегодня я наконец-то это все закончила, мои клумбы, и вот что у меня получилось. Тьфу, опять говорю, клумбы, не клумбы, а контейнера. Итак, вот это то, что вы видели, да, это то, что я вам показала. Вот такая, вот такой контейнер получился у меня. Я, честно говоря, не знаю еще, куда я это все поставлю, но пока вот, пока просто стоит, где стоит, как говорится. И вот такой еще контейнер у меня получился. Я купила еще, я думала, что это питунья, но оказывается, это не питунья. Я, честно говоря, очень жалею, что я повыкидывала вот эти, ну, знаете, втыкаются вот в бок растений, вот втыкаются такие, как лейблы, ну, с названием, да, растений, как ухаживать за ними, там, как их поливать, там, солнечная, не солнечная сторона должна быть, в общем, вот так. Вот я повыкидывала и забыла, как бы, посмотреть и вот акцентировать внимание, как называются эти растения. Выглядят как питунья, но не питунья, они тоже ампельные. В общем, вот такая красотень получилась. На самом деле, здесь у меня три куста. Вот это вот один был куст большой такой, желтый маленький был кустик, и вот это вот тоже вот еще один был куст. Ну, и чуть-чуть я сюда подобавляла вот эти беленькие. Вот, не знаю, мне очень нравится, оно так весело смотрится, вообще здорово, мне кажется, здорово. Ну, и опять же, еще то, что пооставалось, я вот сюда вот посадила в горшок и сделала вот такую вот классную композицию. Я показывала, я как-то себе купила хризантема была вот в этом вот горшке. Ну, хризантемка уже отсвела, но мне настолько понравился этот горшок, вообще классный, мне очень жалко было его выкидывать. И вот я решила сделать вот такую вот композицию. То есть, все эти растения тоже, вот это отдельное растение, это отдельное растение, ну, и это вы увидели, да, я показывала. Тоже так вот я перемешечку посадила, и получилась вот такая вот композиция. Как вам? Напишите, нравится, нравится? Ну, думаю, что, наверное, понравится, потому что она такая милая, и в общем-то, тоже не знаю еще, куда я все это дело поставлю. В общем-то, посмотрим. Вот, ну, а клумбы мои так и пустуют. Так я еще все никак не могу придумать, что же с ними делать. Ну, ничего, наверное, как я уже сказала, наверное, я просто высажу петунию в них. В общем, посмотрим. Кстати, меня просили рассказать по поводу бугенвилей. Значит, ребят, ну, очередной раз могу сказать только мой, да, какой-то опыт с бугенвилей. Я первый раз в жизни увидела это растение, когда мы ездили с мужем в круиз по Европе, и вот там вот, по-моему, или в Италии, или в Испании где-то вот я увидела бугенвилю. Я была просто вообще в дичайшем восторге от этого растения, от этого дерева. В общем-то, видов бугенвилей миллион, просто миллион. Есть крупноцветная, да, есть мелкоцветная, есть кустарники, есть как вьюны, есть как деревья. То есть, вариантов, вариантов очень много, да, вот даже у нас, вот видите, здесь вот такие совсем другого плана цветочки. Вот такие вот. Значит, цветет она, у меня спрашивали конкретно, неужели она цветет круглый год? Да, ребята, она цветет круглый год. Но, опять же, я так поняла, и, в общем-то, и муж мне так рассказывал, что цветение бугенвиле зависит от солнца. То есть, чем больше солнца, чем больше жаркой погоды, чем больше температура, тем больше цветет бугенвиле. Но, опять же, вот видите, вот, например, вот эти вот кусты у нас не цветут вообще. От чего это зависит, я не понимаю. Вот этот куст вообще, как мой муж сказал, он говорит, очень странный куст, живет сам по себе. То есть, то он сбрасывает листья полностью, просто стоит голый, то он обрастает, но вот все равно какой-то вид у него такой вот нездоровый. Вот такая вот есть бугенвиле, тоже она у нас почему-то не цветет. Вот на одной веточке вот такой вот кончик. Вот этот куст вообще не цветет. Вот, по крайней мере, сколько мы уже здесь живем, да, больше года, он ни разу ни одного цветочка вообще не выбросил. А вот этот зато просто упивается цветом, скажем так. Ну и цвета, я не помню, я говорила или нет, цвета тоже разные. Есть красная, есть белая, есть нежно-розовая. Ну вот даже вот эту сравнить, да, и вот эту. Вот видите, такая разная. То есть, в общем-то, вот это вот, наверное, все, что я могу сказать по поводу бугенвилеи. Чем жарче, чем солнечнее, тем она цветет более-более насыщенными такими цветами. Мы очень любим это растение, оно вообще неприхотливое совершенно. В общем-то, тоже сколько мы режем ее, она просто вырастает очень-очень быстро. Очень быстро. Вот этот куст в разные стороны, у меня муж его подрезал буквально недели, да, наверное, недели две назад. Вот за две недели вот что вот с ним случилось. А был он не больше вот этого куста, ну, вот этого конкретно, да. То есть, он был чуть-чуть выше этого куста, а стал вот таким вот. Вон, что с ним происходит. Вот так вот, ребята, вот такое получилось видео, вот, в общем-то, о моих растениях, о бугенвилеи. В общем-то, пишите комментарии, кому понравилось. В общем, кому не понравилось, тоже пишите, я рассматриваю любые мнения. У каждого человека есть свое мнение. Вот, поэтому, все. Всем пока. Всем удачи. И чао-ка-као. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok